Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в своем разделе полезные вещи для рыбалки. И сегодня я проведу обзор и распаковку вот такой вот катушки фирмы Lionwinder. Катушка Globo GF1000. Вот такая вот катушечка. Давайте сейчас произведем распаковку, рассмотрим ее поближе, я вам все о ней расскажу. Обычная коробка Globo GF1000. Lionwinder фирма, марка. Здесь вот мы видим схему катушки на коробке. Сама вот такая вот катушка. Здесь идут инструкции, все на китайском, не буду даже смотреть. И здесь вот такой вот чехол, чехольчик для этой катушки Lionwinder. Запасной шпули здесь не было, сразу скажу. Вот такая вот красивая катушка. Давайте поближе рассмотрим. Такая вот катушечка. Вот все просто супер крутится здесь, где катушка-держатель Lionwinder написано. 10 подшипников здесь. Такая тоже удобная ручка. Можно вот так вот закрыть ее, чтобы она не мешала нам, меньше занимала места. Также нажимаем кнопку, она открывается, фиксируется. Вот такой вот передний фрикцион. Все достаточно отлично. Думаю, леска-укладователь тоже, мне кажется, достаточно хорошая. Здесь она... Глобал, GF-1000, логотип вот этот. Ну давайте же сейчас... Давайте сейчас я расскажу, что же пишут в интернете про эту катушку. Потому что я искал, долго думал, что это торговая марка. Lionwinder принадлежит компании Akuma. Она создавалась для внутреннего тайваньского рынка. И благодаря исключительному балансу цена-качество завоевала сердца рыболов всего мира. В России Lionwinder одна из самых продаваемых марок. Характеристика я говорил. Передний фрикцион. Достаточно, я думаю, отличный. Звук, как песня, трещит. Подходит для ловли спиннингов для средней рыбы. Как раз я его брал, чтобы ловить спиннингом хищника-щуку. Придастся число 501, обгонная муфта. Вес 360 грамм. Шпуля сама металлическая. Вот такая вот катушечка глоба. Давайте ее завесим. Ну, цена по-разному. Я ее за 1600, если я не ошибаюсь, брал не так давно. Могу ошибаться. Думаю, для щуки будет самое то. Вес, как и написано, 36. Здесь 302 грамма весит она. Давайте посмотрим еще раз. Чехол это хорошо. Может транспортировать. Запасной шпули нету. Но тут я вам скажу, я не сильно из запасных шпуль расстраиваюсь, что я просто практически их не применяю. В основном у меня так получается. Ну, сейчас вот именно серфмастер катушка у меня. Я вот последние года два, если не ошибаюсь, три использую для ловли хищника. Вот у меня там есть две. Одна плетенка, одна леска. Шпуля. А до этого я как бы не любитель применять. Хочу вот попробовать вот этой катушкой половить хищника. Половить хищника на спине. Вот такая вот катушечка для ловли хищника, для ловли щуки. Будет самое то. 10 подшипников. Все просто идеально крутится. Отличный фрикцион. Фрикцион просто сказка. На первое ощущение. Очень нравится мне. Ну, будем испытывать. На рыбалке. Небольшой вес. Единственный минус. Вот у меня не было в комплекте запасной шпули. Здесь также перещёлкивается в обе стороны. Вот такая вот катушечка. Первое ощущение. Просто всё обалденное. Вот такая вот катушка LINE WINDER. Лично моё мнение. Я вот думаю, что её деревянная ручка вот такая тоже отличная. Мне в последнее время очень нравятся вот эти деревянные ручки. Ощущение вот этого дерева обалденное. Я считаю, что вот эта модель GLOBE GF-1000 LINE WINDER, она подойдёт также мне, кажется, и для ультралайта. Неплохо она будет, хотя слишком, может, большовато. Но я буду использовать в основном для ультралайта. У меня есть катушечка уже SERP-MASTER. Эту буду использовать именно для ловли хищника. Проверим, протестируем. Фрикцион вот такой передний. Сейчас в последнее время, просто раньше мне нравились задние фрикционы. Сейчас я перешёл, конечно, всё у меня уже на переднем фрикционе. Отошёл я от задних фрикционов. Посмотрите, какой треск просто песня. Думаю, почему-то, что эта катушка неплохая. Итак, а вы напишите в комментариях, у кого была такая катушка. Я буду очень рад. А на сегодня всё. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!